Слово заканчивается на звук ки, а век ки, это предлог с. Записали буквы сэ, а тик ки, тик, существительное, прилагательное артикли нет. Тюрки, турецкий, грекки, греческий, существительное, а бэкки, это клюв в английском, дык. Но когда слово заканчивается на ки, можно записать по-другому. Можно вот так записать. Это тоже ки. Он идет или он ходит в библиотеку. Так могут заканчиваться существительные. Ля бутики, ля клиники. Могут так заканчиваться и прилагательные. Щики, шикарный. Щимики, физики. Тут все значения понятны, да? Химический, физический. То есть вот это чески у нас, да? А тут ики, критики, нордики, нордический, арктики, арктический, артистики. Вернемся к тюрки и грекки. Это в мужском роде. Как раз вот, чтобы в женском их записать, нам и пригодится вот это сочетание. Потому что букву С мы тут поставить не можем. Нам звук ки нужен. Мы вот так и пишем. Тюрки – это уже турецкая. А греки вообще интересно. Даже не меняем ничего. Прямо пишем дальше вот этот хвостик. Грекки. Кроники. Читается именно к тут, надо запомнить. Хронический. Ля малоди кроники. Болезнь хроническая. Лю маль. Маль – это боль. Просто маль – это наречие плохо. Что-то плохо делать. Вот отсюда получилась болезнь. Историки. Исторический. И вот тут вот. Это слово симпатичный. Вот здесь в нос. Мы знаем, что на конце, если и Н, то это ЭН. Ля П. Лю ля П. Кролик. Лапочка. Но это потому, потому что после Н нету гласной. Ни буква, ни звука. Мы как раз если Э добавляли, Ля Пин уже читали. Главное, чтобы был негласный дальше. А здесь согласный. Поэтому это носовая позиция. Надо в нос. И. Игрек. Это И. Энм. Это помощница буквы Н. Она тоже в нос делает. Поэтому это тоже. Эн. Сэн. Сэн. Сэнпатик. А в разговорной речи обычно говорят просто Сэнпа. Симпатичный и симпатичная. Эти-то прилагательные всегда на букву Э заканчиваются. И вот мы берём просто этот кончик. К. Но это теперь у нас становится самостоятельным словом. Это коротенькое словечко с Э. Э в открытом слоге. Такое же, как Ж, Л, артикль. К. Это вопросительное слово. Значит, в вопросительном предложении оно будет стоять на первом месте. Это что. К. Что читаешь ты? Что ты читаешь? Что ты говоришь? Но это глагол сказать. Дир. К. Поставим пока сюда. Что ты моешь? Что спрашивает про дополнение. Потому что мы отвечаем, мы как раз его говорим. Je lis un livre. Вот книгу. Je dis salut. Говорю привет. Je lave. Je lave. Je lave ma tête. Например, голову мою. И дополнение это без предлога. Сразу идёт существительное. То есть это дополнение прямое и директ. Неодушевлённое прямое. К. Про него спрашивает. И дальше мы версию делаем. Подлежащее ты уезжает. Теперь стоит после глагола. Ки. Ки. Есть ещё. Ки. Ки это кто? Вопросительное слово. Туда же его ставим. Ки. Дэсин. Ты. Ки дэсин ты. Кого рисуешь ты? Ки. Лав. Тю. Кого моешь ты? Но можно ки поставить на первое место как подлежащее. Прямо в повествовательное предложение поставить ки. И получится у нас вопросительное. Потому что ки-то вопросительное слово. Но это вопрос к подлежащему. Это именно кто. Ки дэсин. Ки дэсин. Ки дэсин. Кто рисует? Кто читает? Глагол, как и у нас, в форме третьего лица единственного числа. Вместо ки можно иль, он, или эль. Вот эти вот местоимения у нас подходят вместо ки. Или просто какое-то существительное. Одно имя. Это единственное число. Надин дэсин. Мальчик рисует. Le garçon дэсин. Ки. Своё «э» может потерять. Так же, как и «ж», и «но», и «т». Так и тут. Как только гласный звук дальше, так «э» убегает. И получается прямо «кя портет тю?» Прямо получается «что приносишь ты?» Кьё портет тю? Что несёшь ты? Что носишь ты? А сейчас сначала возьмём слово, которое... Ну что уж его не взять! Оно тоже кьё. Но это существительное. Женского рода. Une кьё. La кьё. Это хвост. И пишется чуть-чуть подлиннее. К нашему кьё мы ещё «ль» добавили. И «э» на конце. А мы знаем такое сочетание. Когда у нас кончик такой, например, дирек-тэр, то там как раз это. Хвост. Это так пишется. У сороки длинный хвост. Сорока имеет. Имеет. Это «а», «а», «а». Прилагательное длинный. Это мужской род «лю», а в женском надо, чтобы «лю», «ги» звучало. Поэтому мы ещё «ю» напишем, чтобы «ги» было. Ну и «ю» для женского рода. А теперь вспоминаем «эс». Мы спрашиваем с помощью «эс». Конкретные вопросы, да? Это сорока. «Эс» нам сейчас пригодится. После «эс» ставим «кё». Получается «эскё». «Эскё» – это конструкция. Это «вопросилочка», я её называю. Потому что в ней есть инверсия. И нам тогда не надо делать инверсию. Просто к предложению повествовательному впереди, перед ним ставим «эскё». Это ещё один из способов задать вопрос. Предложение утвердительное. Мы повествуем. Сорока красивая. «Ла пьебель». Спрашиваем. Подставляем «эскё». «Эскё ла пьебель». Интонацию надо стараться. Вопроса, голос вверх, да? «Эскё ла пьебель». Потренируем. Я говорю повествовательное предложение. Остаётся только впереди подставить «эскё». Интонацию ещё сделать вопросительную. «Est-ce que Maman coupe, coupe le chou?» «Les chatons jouent.» «Est-ce que les chatons jouent?» «La maison est sympathique.» «Est-ce que la maison est sympathique?» «Очень легко.» «Se facile» – это легко. «Воспользоваться «es que» очень легко, поэтому нам надо тренировать инверсию, когда мы сами делаем инверсию. И вот мы берём «этилля». «Ile» перевернули, получилось «этилля». «Этиль Николай?» «Он Николай?» «Николай» «Этиль» «Бу» «Добрый», «Хороший». «Николай хороший?» «А если она, то тогда «этилля». «Если мы берём первым словом существительное, то надо следить». «Если ль, то тогда надо вставить «этилля». «Этильля», «Ля», то тогда надо вставить «этилля». «Тренируем». «Я говорю подлежащие», и в зависимости от его артикля «lue», 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 «lue». «Blanche». «Le chapeau». «Est-il bleu?» «La poule?» «Est-il blanche?» «La pelle?» «Est-il?» «Est-il bleu?» «Это я сейчас так вопросы задаю, чтобы ответить», «Oui». «Elle bleue». Продолжение следует...